Бытие, глава 1, стих 28 и 29 Сегодня мы будем снимать маску с дьявола и бороться с ложью, которая распространилась по всему миру. Даже некоторые христиане не понимают, что происходит. Мы позволяем дьяволу проделывать то же, что он проделывал с Адамом. Сегодня мы поговорим об этом, чтобы, выйдя отсюда, вы знали, как быть, если он попытается использовать тот же трюк с вами. Аминь. Бытие, глава 1, стих 28 и 29. Прочтем вместе, готовы? Читаем. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог, «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, и вам сие будет в пищу». Заметьте, что в этих двух стихах, 28 и 29, Бог дает человечеству два дара. Первый дар в 28-м стихе — это дар владычества. Бог дает человеку дар владычества или власти. А владычество и власть — это право повелевать. Бог увенчал человека владычеством и властью. Нужно быть человеком в физическом теле для того, чтобы иметь владычество или власть на этой планете Земля. Право повелевать. Второй дар, который вы видите в 29-м стихе, где Бог дает человеку дар семени — дар семени. «Человек, который понимает, кто он есть, который знает, что ему было дано владычество и власть, и человек, который знает, как распоряжаться семенем, — это человек, который может добиться успеха в любой сфере жизни». Я не хочу, чтобы вы автоматически отождествляли семя с деньгами. Деньги — это не семя, и никогда им не были. Слово Божье — это семя. Слово Божье — это семя. Слово Божье — это семя. У человека есть владычество и семя Божьего Слова. И, имея владычество и семя Божьего Слова, вы можете добиться преуспевания и достичь успеха. В одной из прошлых проповедей я говорил вам о том, что Божье Слово производит Божье благословение, а Божье благословение производит Божью славу. Но без Божьего Слова не будет ни благословений, ни славы, потому что Божье Слово — это основание для благословений, и Божье Слово — это основание для славы. Помните, в Евреям 1 написано, что все стоит словом силы Его. Он не сказал силой Слова Его, потому что Он хотел указать на то, что Его сила и есть Его Слово. Таким же образом, силой человека будет Слово Бога Всемогущего. Еще раз внимательно взгляните на 28 стих. «И благословил их Бог». Как Он благословил их, сказав Слово? Взгляните на 21 стих 1 главы книги Бытия. «И благословил их Бог». Как? Сказав Слово. Итак, Божье Слово ответственно за Божье благословение. А что такое Божье благословение? Благословение — это не дом. Благословение — это не машина. Это не повышение зарплаты и не исцеление. Все это является результатом благословения. Благословение — это возможность достигнуть успеха во всех сферах жизни. Благословение — это помазание. Это сила, исходящая от Бога. Благословение — это способность, которая исходит от Бога, которая добавляется к вашей способности, чтобы у вас была сверхъестественная способность делать то, что вы не могли делать до того, как Он дал вам Своё благословение. Благословение — это, просто говоря, корень плода. Многие люди хотят плодов. Они называют машину плодом, дом плодом, другие вещи плодом, но плодов не бывает без корня. Библия говорит в Притчах 10.22, «Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит». Но вы должны понимать, что благословение — это корень тех результатов, которые вы видите в своей жизни. Без корня не бывает плодов. Произнесите вслух Божье благословение. Действует во мне. Действует на мне. И действует вокруг меня. Я благословлен Богом. Но поймите, что степень действия благословения в вашей жизни не зависит от того, сколько Божьего Слова вы принимаете в свою жизнь. Помните, что благословение — это возможность. Благословение — это помазание. Благословение — это сила. Благословение — это корень. Благословение — это гель для волос, который позволяет сделать такую прическу, которую нельзя было сделать до того, как вы воспользовались гелем для волос. Благословение — это бриолин, который позволяет уложить волосы, так как их невозможно было уложить без бриолина. Благословение — это Божья сила в вашей жизни, которая наделяет вас способностью делать то, что вы не могли делать до тех пор, пока Бог не помазал вас и дал силу обретать победу без напряжения во всех сферах вашей жизни. Я могу сказать, что благословение работает во мне, на мне и вокруг меня. Когда на вас благословение, стоит только вам прийти куда-то, как все начинает преображаться. Все меняется, потому что вы пришли с благословением. Вы должны верить, что вы благословлены. Вера соединяет вас с благословением. Вам потребуется вера, чтобы вы могли соединиться с тем, кто вы есть на самом деле, чтобы вы поняли, безо всякого стыда, что вы благословлены, чтобы понять, что стоит вам только войти, и бесы разбегаются, потому что ваше присутствие имеет силу. Давайте воскликнем «Я благословлен! Я благословлен! Я благословлен!» Я как-то зашел в магазин. Мой друг повел меня в магазин. Один очень известный человек из Турции, у которого есть своя линия одежды, открывал новый магазин, и меня пригласили. И я сказал ему, что приду, если смогу зайти пораньше, чтобы не толкаться в толпе людей. И я зашел пораньше. «Ну, когда на вас благословение, это благословение действует!» Я зашел, выбрал пальто, обернулся, и магазин наполнился людьми. Зашел владелец магазина, и он захотел познакомиться со мной, потому что видел меня по телевидению. Я спросил, «В Турции?» Он ответил, «Да!» Ух ты, мы выходим в эфир даже в Турции, и ничего об этом не знаем. Даже ничего за это не платим. Этот человек достал всякие вырезки из журналов обо мне, и тут начало действовать благословение. Он достал сантиметр, и начал меня измерять. «Примерять на мне куртки и пальто?» Он сказал, «Я сошью для тебя костюм». Он не понимал по-английски, и я посмотрел на своего водителя, он турок, и я сказал ему, «Переведи ему, что я благословлен». Он сказал, «Кухлю булю». И когда он перевел ему, тот поклонился. Я сказал ему, «Я благословлен». Ты правильно сделал, что пригласил меня? Я так был горд за него. Он знал о благословении достаточно, чтобы понять, что ему будет выгодно посеять в это благословение, пока я нахожусь в его магазине. «Аллилуйя!» Когда я спускаюсь с трапа самолета, бесам нужно бежать, потому что приземлилось благословение. Когда вы идете на работу, бесы должны бежать назад в ад, потому что идет благословение. Когда вы приходите в школу или в колледж, бесы должны бежать и сдаваться, потому что пришло благословение. У Иосифа было благословение, и куда бы он ни пошел, ситуация вокруг менялась. Они продали его в рабство, но он оказался в богатстве. Он попал в дом Патифара, и в дом Патифара пришло процветание. Вывели его в поле, и пришел большой урожай. Его посадили в тюрьму, и туда пришло процветание. Посредственности нет места в жизни благословенного человека, потому что... Господи, слава Тебе! О, Боже! Воскликните! Благословение действует во мне! Благословение действует на мне! Благословение действует вокруг меня! Без сомнения! Я... Благословлен... Богом! Кто из вас верит в это? Я благословлен! Если не хотите, не верьте, но я буду жить этим. Я буду просыпаться и говорить себе, «Я благословлен!» Я буду чистить зубы и говорить, «Я благословлен!» Я буду садиться в машину и говорить себе, «Я благословлен!» Когда я с вами, я буду говорить, что я благословлен! Где бы вы ни были, вы должны начать напоминать себя, кто вы Чтобы дьявол понял, что вы знаете, кто вы Когда вы куда-то приходите, ситуация меняется Вы вошли, и все обернулись на вас, потому что почувствовали, что что-то изменилось Пришел благословенный человек В его жизни Божье благословение Бремена сброшены, иермо сокрушено Благодаря благословению, ваш банковский счет наполнился Потому что над этим работает благословенный человек Ваш организм исцелился, потому что вы благословенный человек Я благословлен, я благословлен, я благословлен Мне все равно, как это выглядит, я благословлен Сколько бы у меня не было долгов, я благословлен На чем бы я не ездил, даже если я хожу пешком, я благословлен Потому что я не буду жить так всю свою жизнь Моя жизнь преобразится. О, слава, слава! Я благословен! О, слава, слава, слава! Аллилуйя! О, Иисус! О, Иисус! Аминь! Итак, Слово производит благословение, а благословение производит славу. Слава — это проявление Божьего Слова. Я использовал пример яблока. Слава яблочной семечки — это яблоки на яблоне. Почему? Потому что это яблоко является отражением яблочной семечки. Божье Слово — это тоже семя. Библия говорит о том, что мы родились не от тленного семени, а от семени нетленного, которое есть Слово Божье. Не ищите славы, если у вас нет семени. Не ищите проявления, если у вас нет семени Божьего Слова. Вам нужно семя Божьего Слова, чтобы достать из него славу. Если вы верите, что в вашей жизни проявится слава исцеления, тогда вам нужны семена исцеления. Если вы верите, что в вашей жизни проявится слава освобождения от грехов, тогда вам нужны семена освобождения от грехов. У вас в руках Библия, 66 книг семян. Читайте, чтобы увидеть проявления вашей жизни, и эти проявления называют Божьей славой. И я заявляю вновь, что Божья слава вот-вот наполнит ваш дом. Мне кажется, вы не поняли. Слово, которое звучало в ваших молитвах, Слово, о котором вы размышляли, Слово, которое вы исповедовали, Слово, которое вы читали, Слово, которое вы приклеили к двери холодильника, Слово, которое стоит в рамке на вашем столе, превратится в реальность. Божья слава вот-вот наполнит ваш дом. Пришло время славы. Аминь. Итак, Божье Слово производит Божье благословение, а Божье благословение производит славу Божью. Слово производит благословение, а благословение производит славу. В Библии мы увидели, как Бог использует этот принцип. Он говорил слово, благословлял, а потом видел то, что сказал. Он говорил слово, благословлял, а потом видел славу. Он говорил слово, благословлял, а потом видел славу. Бог сказал, а потом Бог увидел. Бог сказал, а потом Бог увидел. Бог сказал, а потом Бог увидел. Потом Бог использовал тот же принцип, чтобы сотворить человека. В Иоанна 1.14 написано, «И слово стало плотью». Плоть появилась в результате того, что Бог произнес слово. И Эдемский сад появился в результате произнесенного Богом слова. «Послушайте меня. Человек — это слава, сказанного Богом Слова. Эдемский сад — это слава, сказанного Богом Слова. Перед нами сад, наполненный неисчерпаемыми ресурсами, и человек в этом саду, который благодаря этому саду может жить в изобилии. И Бог дает человеку указание, «Я хочу, чтобы ты наполнил эту землю. Наполни землю. Я дал тебе семя, я дал тебе сад, вот мужчина, вот женщина, а теперь вы должны сделать остальное сами. Наполните всю землю, чтобы вся земля превратилась в Эдемский сад. Я хочу, чтобы твои слова творили так же, как творили мои слова. Я хочу, чтобы ты наполнил землю Божьим народом, исполненным славой, как ты. И я хочу, чтобы вся земля была Эдемским садом». Вот чего он хотел. Потом он сказал, «Я создам животных из праха земного, но приведу их к тебе, чтобы ты дал им имена, потому что с этого момента все будет так, как ты скажешь». «С этого момента, сын мой, я венчаю тебя владычеством и славой. Ты — Бог на этой планете, как я — Бог на небесах». Но есть одна проблема. «Я тут изгнал одного с небес, и тебе тоже придется с ним разобраться. Его зовут Люцифер. Он сделал много зла на небесах, увлек треть ангелов, и я их всех выгнал. Теперь здесь бродит дьявол, но я даю тебе все, что нужно, чтобы охранять свой сад и не пускать незваных гостей. Будь внимателен. Он где-то рядом, и попытается испортить твои планы, так же, как он пытался испортить мои. Теперь давайте откроем третью главу книги «Бытие», и начнем читать. Советую вам купить записи моего учения, потому что мы очень много узнали сегодня. Третья глава книги «Бытие» повествует о грехопадении человека. Я хочу, чтобы вы задумались на минутку. Что это было? Что это такое? Что Адам мог сделать, чтобы потерять все, что дал ему Бог? У него есть владычество, у него есть власть, он Бог Земли, он глава Земли, он венец творения. Как такой может упасть? Если мы сможем понять, что сделал враг, чтобы заставить Адама согрешить, тогда, возможно, мы сможем понять, что он делает для того, чтобы заставить вас согрешить. Что он делает, чтобы заставить вас впасть в грех и отпасть от Божьей благодати, потерять помазание. Что происходит в вашей жизни? Давайте узнаем, что происходило в жизни Адама, и давайте разрушим систему дьявола раз и навсегда. Аллилуйя! Некоторые из вас сомневаются, но мы действительно можем сегодня остановить замыслы дьявола. Мы уже сегодня можем прикрыть его лавочку и походу сломать ему шею. Давайте будем слушать очень внимательно. Бытие, глава 3. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог и сказал змей жене». Здесь мы видим первую попытку извратить Божье установление. «Змей говорит». «Змей не был создан со способностью говорить». «Всякий раз, когда вы делаете нечто, для чего вы не были созданы, это называется извращением». «Всякий раз, когда вы делаете нечто, для чего мы не были созданы, это называется извращением». Дамы и господа, пожалуйста, послушайте меня. Мотор Форда был создан Фордом. Если кто-то и знает, как этот мотор действует и как его обслуживать, то это компания Форд. Создав мотор, они представили руководство по его эксплуатации. Если вы хотите знать, как обслуживать этот мотор и как этот мотор должен работать, вам нужно прочесть инструкцию по эксплуатации. Я помню, как появились видеомагнитофоны. У них была функция, позволяющая записывать программы, которые шли в то время, когда вас не было дома. Помните, что многие люди так и не научились этому? Вы спрашивали их, а вы пользовались инструкцией, вы ее читали? Нет. Мы знали, как включить, выключить, отмотать назад и промотать вперед, но не знали, как заставить этот аппарат записывать, когда нас нет дома. Но ведь в комплекте с этим устройством была инструкция по эксплуатации, которая объясняла, что нужно делать, чтобы использовать эту функцию. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что ко всякому творению, к любому продукту прилагается инструкция по эксплуатации. Бог создал нас. Он создал человечество. И если есть кто-то, кто знает, как мы должны действовать, если кто-то и знает, как о нас нужно заботиться, если кто-то и знает, как нам жить, то это Бог. И Бог приложил к продукту по имени человек руководство по эксплуатации. И тем не менее, есть некоторые люди, которые до сих пор пытаются выяснить, как им жить, но отказываются взять инструкцию по эксплуатации, чтобы выяснить, как им жить, и как разговаривать, как вступать в брак, как сохранить семью, как платить за квартиру. Все деньги потрачены, осталось немного на еду, ребенку нужны новые туфли, за свет нужно платить и за газ, телефон отключили. Вы проходите через этот кошмар, в то время как в инструкции по эксплуатации уже даны все указания по выходу из всех подобных ситуаций. Но знаете что? Мы все равно не читаем. Как и с видеомагнитофоном. Инструкцию не читаем. Покупаем новую машину, инструкцию не читаем. В машине столько устройств, существаний которых вы и не знаете, потому что вы не нашли время, чтобы прочесть инструкцию. Вы ее не читаете. Вы не читаете ее. Вы не знаете, сколько масла нужно залить. Вы не знаете, сколько топлива вмещается в бак. У вас ничего не работает, как должно. Вы просто начинаете нажимать, какие попало кнопки, методом тыка. Так всю жизнь, методом тыка. Пробы ошибок, пробы ошибок. Но без этого можно обойтись, если вы возьмете инструкцию по эксплуатации. Вы понимаете, о чем я говорю. Мы не читаем. Даже в руки не возьмем эту инструкцию. И вы пытаетесь сделать что-то, для чего не были созданы. Знаете, можно силой вкрутить болт туда, где его не должно быть. Я помню, на Рождество мне нужно было собрать какую-то вещь для моей дочки. Мне так не нравится что-либо собирать, и когда я начал преуспевать, я просто оплачивал сборку вместе с доставкой. Не буду сам это собирать. Потому что, когда я собираю, у меня всегда остаются лишние болты. Я понимаю, что на таком велосипеде ездить опасно. Понимаете? Вы слушаете меня? Что человек пытается делать, для чего он не был создан? Вы знаете, что вы не были созданы для волнений? Что вы пытаетесь с собой сделать? Это все равно, что есть пищу из унитаза. Опустить свою тарелку туда? Пусть поплавает. И есть. Не для этого его создавали. Не для этого его создавали. Я понимаю, что это уж очень неприятный пример, но зато вы все поняли, да? Не для этого его создавали. А мы продолжаем жить таким образом. Мы остаемся в неведении о цели творения, пытаясь самостоятельно придумать эту цель. Итак, приходит сатана. Смотрите. И он открывает уста и начинает говорить. Это извращение, потому что змея не создана, чтобы говорить. Приходит сатана, обманывает змею, использует ее, тело, говорит слова, и заметьте, что первое, что он говорит, это слова, противоречащие Божьему Слову. Смотрите. И сказал змей жене, «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Это совсем не то, что сказал Бог. Он говорит слова, которые ставят под сомнение Божье Слово. И потом женщина, потому что не понимает, что происходит, говорит, «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Ведь Бог действительно это сказал. А теперь читайте 4 стих. «И сказал змей жене, нет, не умрете». Противореча сказанному Богом, вы умрете. Здесь мы видим первое проявление того, что сейчас мы называем плоть. Скажем вместе плоть. Что такое плоть? Что это значит поступать по плоти? Что такое плоть? Плоть это не то же самое, что дела плоти. В послании Галатам написано, «Сие есть дела плоти, блуд, прелюбодеяние». И далее следует целый список. Задумайтесь на минутку. Невозможно совершить дело плоти, не имея плотской мысли. Например, вы не можете совершить прелюбодеяние, не помыслив о прелюбодеянии. Вы не можете совершить акт блуда, прежде не помыслив о блуде. Прежде чем стать поступком, действие должно родиться в мыслях. «Все так устроено». Мысль, а потом поступок. И вот что такое плоть. Плоть — это образ мышления, который противоречит Божьему Слову. Это образ мышления. Плоть — это образ мышления, который противоречит Божьему Слову. Давайте посмотрим, что происходит, когда сатана говорит слова, противоречащие Божьему Слову. Чего он добивается, говоря слова, противоречащие Божьему Слову. Поймите, что это единственный трюк сатаны. Бог действует верой, а сатана действует страхом. Он стремится заполучить... солюю их реакцию.